В Москве мы соседствовали. Пожилая пара, величественный профессор-физик, гений обаяния и острого слова, и его жена, невротичная сухонькая дама, пятьдесят с лишним лет прожившая за широчайшей спиной супруга, ни дня не проработав, со штатом прислуги и с великой страстью громко выяснять уже давно истлевшие отношения. Так громко, что несокрушимые стены мрачной сталинки, гордо стоявшие близ Арбата, не позволяли нам не услышать очередной истерики. Схема была всегда одна и та же. Женский виск шел по нарастающей, добирался до самой нестерпимой ушам ноты и прерывался бархатным баритоном профессора, который неизменно произносил одну и ту же фразу. «Вам опять как-то не так живется, Римма Вениаминовна?» Как ни странно, но это успокаивало ее. Она начинала щебетать и смеяться. Потом случилось так, что Римма Вениаминовна стала моей пациенткой. Профессор ушел. Как толстой. Собрался к вояжек и сел в поезд до Крыма, сказав на прощание, что заслужил последний подарок – не видеть жену до конца своих дней. Женщина растерялась. Довольство и апартаментов ее не лишили, но женское тщеславие, которым полна каждая из нас, полагая, будто единожды завоеванный мужчина будет пожизненно прислуживать нашему сердцу, не оставляла ее в покое. Она обрывала ему телефон, не оборвала, потому что разговаривать с ней не стали. Она доехала до старой крымской дачи, где вот ведь один без любовницы счастливо праздновал свою свободу натерпевшийся мужчина. Ворот ей не открыли. Римма Вениаминовна не могла поверить, что это все. Но это было именно все. Они так и не увиделись. Профессор умер через четыре года, и все, кто знал его после супружеской амнистии, утверждали, что имя своей жены он упомянул лишь один раз, запретив ей быть на его похоронах. И был все это время необычайно деятелен, спокоен и радостен. А она за полгода до своего ухода произнесла только одну, но очень крепкую фразу. И какого х мне как-то не так жилось, ведь у меня было абсолютно все и абсолютно ничему я не могла порадоваться. Хотела оставить без комментариев, но все-таки замечу, что эта история не про неблагодарную злодейку и терпеливого страдальца. Это история про честность выбрать ту жизнь, которая нужна именно тебе, а не тому, кто даже из самых лучших побуждений приносит тебе на блюде свою версию счастья. Они оба подавились. Только жаль, что слишком поздно. И уже не было времени откашляться и пойти туда, куда несут свои ноги, а не чужие руки.